еще немножечко покажу я сейчас буду соединять вот этот вот то что у меня уже вы здесь вот прикреплено то что будет крепиться именно к ткани что вот тут сложный участок делать потом вообще все не страшно на самом деле и раньше так сильно переживала думала как что а потом как-то сама делается никогда ничего не бойтесь а если не нравится распускайте и будет еще сто раз лучше и не надо переживает распускать потому что распускаешь вяжешь думаю вот столько навязал столько времени потратил да как же тогда начинаешь себя съедать да на самом деле ерунда ты же вязал ты же получал удовольствие ты получал удовольствие кайфовал руки были заняты опять же как это развитие что там у нас идет развитие когда руки работают так что все нормально я иногда знаете свяжу вот так вот свяжу 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 там какую-то большую сетку такую на вижу потом понимаю ну вообще не нравится я беру прям все знаете иногда даже какое-то страшное удовольствие получая как маньяк ужас ну что моя маньяк может мы все вязальщицы немножко маньячки кто еще будет так насиловать свое зрение спины так ладно мучаемся опять с этим хвостиком вы не ругайтесь на меня что у меня наверняка вот эти все видео получится не очень видны и потому что я только пытаюсь начинаю я думаю завтра я а задачу своего сыночка он мне поможет все настроить правильную лампу и так далее еще у меня я слышу что есть скрип это скрипит бумага я щас объясню почему именно бумагу я использую потому что она жесткая и она не цепляется я стараюсь класть лист бумаги под низ вязания потом сверху прикреплять все потому что когда прикрепляешь ткань там она как-то ездит там она может как-то деформироваться там знаете там где-то помяться она зацепляется там иногда крючком знаете неправильно ткань возьмешь она иногда зацепляется а если ты положишь бумагу да она будет скрипеть но она будет жесткая и она будет стоять как надо поэтому я предпочитаю использовать бумагу не знаю как у меня будет он выглядит с другой стороны осьминожек потому что вот эта техника по которой я его вязала я его также использовала в том драконе помните про который я рассказывал в прошлый раз это конечно очень непросто я вспомнила имя вязальщицы которую мне очень нравится ася 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 дальше опять не помню вот и она просто гениально просто гениально и она очень часто использует эту технику я как-то смотрела у нее какой-то урок и она вот именно этой техникой пользуется у меня как-то коревенька получается я честно говоря очень сильно люблю змейку ой гусеничку гусеничку я очень часто использую гусеничку вот 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 это вот гусеничка гусеничка я и всегда использую она мне прямо прекрасно всегда помогает выручает все почему-то куда мне надо залезть все время там иголочка стоит вот такое я не знаю как у вас телефон заполнен всякими узорами всякими какими-то хотел очками которые мне хочется там игрушечки какие-то или платья или что-то и потом когда у меня уже телефон начинают ругаться и говорить сколько ж можно у тебя нет места так сложно все это я знаете я начинаю и залезаю вот опять иголка там где надо я залезаю вот во все это и думаю боже мой сколько красоты я хотела связать и воодушевиться этим а вот она как-то отходит на задний план я не знаю то ли жизнь так летит то ли что происходит с нами со мной по крайней мере как-то все слишком быстро и мне не хватает времени аминуть